Я хочу прочитать... Ну, а я просто логично пытаюсь рассуждать. И знаете, вот этим цинизмом довели людей до полного безверия. Отсюда и Кашпировский возник, и всё остальное. Я в Астрахани у одного человека спрашиваю... Это даже горько то, что я сейчас расскажу. Скорее, горько, но он ветеран, поэтому я имею право рассказать. Не от ветерана, я бы и сам, наверное, не стал слушать такого ответа. Астрахани очень бедный город. Я вообще представлял, что такая бедность может быть у истоков Ганга, скажем. Но не в Астрахани. Такие покосившиеся заборы, инвалидные избушки. Обязательно плакат над этим всем, всё во имя человека. Обязательно. И я спрашиваю одного ветерана, откуда это всё возникло у вас? Знаете, что он отвечает? Он войну прошёл, он говорит, Гитлер, сволочь. Дошёл до Волгограда, разрушил Волгоград, и они новые районы построили, а до нас не дошёл, Ганг. Фраза жуткая и циничная. Я в то же время живу в роскошной гостинице. Ну, что значит, что роскошной? По нашим меркам, роскошной. Потому что три комнаты, огромные, как сарай. Но если человек с мышлением, архитектор, всю жизнь прожил в бараке, а его попросить выстроить дворец, он всё равно выстроит большой барак. Вот в таком бараке я и живу. Три комнаты. Из спальни вход в ванну. Роскошный вход, как, ну, там, скажем, фитонский. Наши ещё все пытаются, как на Западе, но мышление остаётся мышлением. Поэтому вход из спальни в ванну есть, но чтобы включить свет в ванную, надо выйти в прихожую. И опять никто этого не замечает. Я душ не могу принять. Хотя вот бахтёр насмерть стоит, внизу никого не пускает. Девушке только до 11, я душ не могу принять. У меня ситечка слетает и бьёт по голове мне всё время. И пробка в два раза меньше отверстия. То есть надо вот так вот пяткой и вот так ситечку придерживать. И в общенародной позе чайника мыться, собственно, мышлением мыть меня. Я в городе Салихан. Да, и наши ещё привыкли думают, что у правительства это всё лучше. Да какой лучше? Мышлением? Оно везде мышлением. У них не лучше, у них шершая. Ширяя. Глубже и большая. Я в городе Салихарде, знаете где это? За Лабутнангами. Жил в правительственном барах, в правительственной гостинице. Вот задумайтесь, у меня дверь в туалет запиралась только снаружи. Ну вот как это можно понять здравомыслящему человеку? Один ветеран мне говорит, зачем вы над этим смеетесь? У нас война была в стране разруха. Я понимаю, война разруха. Но за 50 лет можно было шпингалет на другую сторону перестать. А если у тебя мышление, тебе шпингалет нормально с той стороны. Ты не задумываешься, почему он с той стороны. Чтобы человек провидится и запереть там на всю жизнь. У тебя логики нет. Мне это напоминает, как мы с Аркановым и Измайловым, это писатели-сатирики, наши современные. Арканов постарше. Измайлов чуть-чуть старше меня. Тоже Измайлов закончил Московский рацион институт. И они однажды меня взяли в поездку в Баку, в гастрольную. Потому что им надо было повысить процент русских сатириков. И мы приехали туда, я впервые видел Арканова смеющихся. И в том числе рассказал об этом шпингалете. Наши-то всех охочут. Да. Кстати, я об этом шпингалете рассказал в самом Салихарде. Первый секретарь у горком партии. Очень симпатичный человек. Сейчас действительно на местах появляются симпатичные люди. Хотя их, конечно, меньшинство, но они есть. Он был сослан туда в период застоя. Первый секретарем работает. В период расцвета застоя. Сейчас у нас период застоя расцвета. Это разница. Он тоже посмеялся. Первый секретарь у горкома. И позвонил кому надо, шпингалет перестал на другую сторону. Потом он у меня спросит, что еще не так в городе. И вот вы смеетесь, и наши тоже смеются. Я когда профессор рассказал из Оксфорда. Знаете, какой он как был? Он даже не улыбнулся. Он на меня смотрит и говорит, а почему шпингалет с той стороны? А у него это мышление, а не мышление. Он не дорос, он не доросит по сравнению с нами. Он думает, что я ему анекдота сказал. А в чем смысл, он не понимает. А он говорит, и объясни мне, почему шпингалет с той стороны? А как я ему объяснил, почему шпингалет с той стороны? Мне надо начинать объяснять с 1917 года, почему у нас пингалет с другой стороны. Я сейчас попрошу никого не обижаться, какой бы национальности он не принадлежал. У меня довольно много обиженных в Союзе, когда я читаю эту миниатюру, поэтому я предупреждаю об этом всегда. Значит, потому что, да, о своей родной национальности я по-честному тоже написал то, что думаю. И не надо пингалет, у меня не та национальности. На меня первые в жизни, сейчас не могу найти, но сейчас найду. Знаете, ну я правильно говорю, что резня, пожары, катастрофы, обострилась дружба народов. Я сейчас был в Юрмале, знаете, это под Ригой, на берегу Балтийского моря. Был во время праздника 7 ноября, 7 ноября. Я видел демонстрацию в Юрмале. Латыши бойкотировали, решили не ходить на эту. Ну, а Юрмала сам по себе городок маленький. Вот когда я посмотрел демонстрацию, у меня было ощущение, что это похоронная процессия на селе. Вот зайдут три пьяных матроса, несут плакат «Да здравствует нерушимая дружба между народами СССР», что хощуственно просто выглядит сейчас. Сзади идет такой гамадрил с гармошкой, который поет «Кто был ничем, тот станет всем». И глядя на него веришь. Так, правильно, это единственная строчка из песни, которой мы воплотили жизнь. Мы же над песнями тоже не задумываемся времен пролетарской культуры. Вы вдумайтесь, в моря ли мы врезаемся, в скалу ли мы врубаемся. Мечта прекрасная, еще неясная. Это что же ждать от поколения, которое с неясной мечтой врубается в скалу. Только воплощение строчки «Кто был ничем, тот станет всем». Мы железным конем все поля обойдем, соберем и засеем их спашем. Во всех странах наоборот делается. А мы спрашиваем, почему на сельском хозяйстве плохо. Потому что сначала соберем, потом засеем, потом спашем. Потому что «Кто был ничем, тот станет всем». Повел правильно поется в песне «Широка страна, моя родная». Наши милы взглядом не обшаришь. Обшаришь, обшаришь. Что посеешь, то обшаришь. Но в отношении дружного народа, конечно, смотреть на это очень горько. По-моему, сильный человек всегда видит сильные стороны другого человека. А слабый видит недостатки другого человека. По-моему, так можно самого себя проверять. Силен ты или слаб. Любой русский может видеть достоинство еврея. Еврея у дыша и так далее. Но, к сожалению, люди действительно несят зрение до гласности. Ведь это не лепость. Гласность пустили людям сверху. Вообще, голодному народу, видимо, нельзя гласно сдавать. Они это понимают как возможность безнаказанно оскорблять друг друга. И поэтому, конечно, это все обострилось. И все стали винить русских. Русские теперь во всем виноваты. Все. Не отсутствие той экономической системы, которая существует, а вот русские виноваты. А, между прочим, хуже, чем в России, вообще никто не живет. Кстати, я могу доказать свои слова. Я встретил, остановил такси, как-то в Прибалтике, говорю, подвези. Он мне отвечает, я по-русски не понимаю. Я говорю, я тебе 5 рублей сверху дам. Понял. Нормально, сразу по-русски заговорил. Повез, еще спрашивал, не подвезти или куда-нибудь. Но, тем не менее, вот все обвинят русских. По-моему, настало время РСФСР выйти из состава Советского Союза. Но, шутки шутками, но такая атмосфера была на Руси перед приходом татаро-монгольского и культуры. И это очень настораживает. А беднее, чем в России, действительно, никто не живет. Ну, какую вам рассказать деталь, например. Я видел женщину, которая наносит слой отечественного лата на нотке, а сверху слой клея БФ6, чтобы этот лат не облупился. Ну, где это возможно? Францужинка. Она тоже недоразвита по сравнению с нашей женщиной. У наших женщин русских самая высокая соображалка в мире вообще. Просто от нищеты. Ну, какой Карден, какой Диор. Ну, какая францужинка догадается, что можно высушить голу в духовке газовой клетки. Любая францужинка просто сдохнет в этой духовке. А наша нормально подрумянилась и в гости с халой на голове. Нормально. Она даже наша загорает немножко в духовке. Немного хромосомного набора у нашей женщины. Карден, Диор. Да любой Карден и Диор просто позавидуются вражалке нашей женщины. Ведь, ну, а что-то произошло, да? Ну, ничего. Карден, Диор. Мне один говорит, ну, Карден тоже для России. Это громко сказано. Там что Карден, что Кардан. Как мне сказал один человек в Красноярске, говорит, к нам Карден приезжал. Я говорю, ага. И Жан Самосвал. Два больших советских модельера, например. Это мировой карден. И Жан Самосвал. Какой Карден? Вот он сейчас в Нью-Йорке догадается, что можно разрезать пополам лифчик и сделать накладные плечи. Никто в мире до этого не догадается. А наша нормальная, а не плечи, пананги для детей, кипятейки для средней Азии с принудительной вентиляцией. Во всем мире, потому что лифчик носят, как лифчик, вот здесь. Ну, хобби такое в мире есть. Вот лифчик носить. А у нас надо знать, где этого грамма носить. И сейчас, например, американцы, вот, например, доступ ограничили советским людям в Америку. Знаете, какие очереди у посольства. Я понимаю, почему. Потому что наши едут сюда со своей соображалкой. Американцы не готовы к этому. Они не знают, как справиться с этим. Черт его знает. Ну как? Американцы в жизни не знали, что можно бензин водой разводить. Нет, не знали, но настолько не знали. Они аппетитов не знали. Они не знали, что можно выпустить столько фальшивых денег сразу. И наши ведь уверенные едут, как мне рассказали. Есть люди, которые просто говорят, что такое, мы тут 5 лет, а американцы по-русски не говорят. Конечно, куда им справиться с нашими? Там мафиози, пока план будет разрабатывать, наш просто хлопы из бутылки по голове. И след простыет, потому что он беспланный, так, для удовольствия просто. Оп, вот еще. Мафия план будет разрабатывать. А наше давление ему гвоздем на Ролл-Сроице, сломай скрывку. И американец с матюжами лезет на своем городе. Мы этими тремя буквами любую державу захолебать можем. Мы непобедимый народ. У нас вся страна знает, что орехи лучше всего колоть дверью. Я у одной женщины антимоль попросил в магазине, она говорит, зачем вам антимоль, положите свежие газеты в штаб. Я инженер, у меня два высших образования, я положил свежие газеты в шкаф, мол, или нет? Я не знаю, в чем эффект, видимо, сосны к удобным.